Система видеонаблюдения, металлодетекторы, наличие охранной сигнализации и тревожной кнопки вызова на пульт Росгвардии. Проверка самарских школ показала полную готовность учреждений к новому учебному году. Об этом рассказали на заседании профильной комиссии. Его провела глава города Елена Лапушкина. Традиционная тренировка для персонала по отработке действий во время возникновения угрозы безопасности в образовательных учреждениях намечена на последние дни августа. Тренировка во всех, без исключения, школах городского округа Самара будет проведена. Мы отрабатываем действия персонала по двум видам угроз. Первая угроза – это проникновение злого мышленника, и вторая угроза – это сообщение ГУЧС. Два вида в этом году и два алгоритма действий сотрудники должны быть ознакомлены, документы из Министерства просвещения получены. На заседании комиссии говорили об организации безопасности и антитеррористической защищенности на избирательных участках в дни голосования. Напомним, 6, 7, 8 сентября в регионе пройдут выборы губернатора. 472 избирательных участка откроют свои двери в Самаре. Они будут размещаться стационарно в 241 здании. Откроются и 12 временных участков в лечебных учреждениях города и на базе аэропорта Курумыч. 80% всех участков разместятся в учреждениях среднего и дополнительного образования. В преддверии выборов силовые ведомства с участием районных администраций и представителей территориальных избирательных комиссий проверили на участках исправность охранной сигнализации, рамок металлоискателей, наличие кнопок тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, работу системы связи, наличие средств противопожарной безопасности. Все участки оборудованы пожарной сигнализацией, стационарными металлодетекторами и первичными средствами пожаротушения. Проведена работа с операторами связи по обеспечению избирательных участков бесперебойной связью. На заседании комиссии анонсировали старт адресного информирования избирателей. Оно пройдет с 21 августа по 3 сентября. В ходе поквартирного обхода члены участковой избирательной комиссии оповестят избирателей о дате, времени, месте голосования. Ответят на все интересующие вопросы.